Эй, танкист! Выбери один из пяти контейнеров и забирай свой приз! На Vodkit.ru решай только твоя интуиция! Vodkit.ru! Каждая шестая игра бесплатна! Ребята, стартует золотая лихорадка Маракаси! Теперь вы можете выиграть голду в каждом видео! Внимание! В каждом видео для этого всего лишь нужно поставить лайк, вот как сейчас я это делаю! Нужно подписаться на канал и нажать колокольчик, а также досмотреть это видео! И напишите, пожалуйста, в комментариях свой игровой ник или лучше даже ID ВКонтакте, ну то есть ссылку на ваш профиль ВКонтакте! На этом все, ребята, участвуйте! Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси! Сегодня я хотел бы поговорить о том, как можно заработать немножечко серебра на новом ивенте! Можно назвать это лайфхаком, хотя, по сути, ну кто догадливый, он сам догадается! Ну а чтобы вы знали, я вам сейчас покажу все! Ребят, очень важная еще деталь, потому что многие не заметят этого, а зря! Я, наверное, сразу в начале видео вот этот отрезок добавлю, ну потому что он важный и многие уже сейчас могут провтыкать его! Ну, нажимаете на праздничный календарь, и тут новая боевая задача! Тут нужно обязательно нажать приступить, иначе вы, ну вот, не поиграете в этот день и нажмете приступить, и эта боевая задача, она исчезнет! Тут, конечно, не лёва вам дадут, это лёва, это просто распродажа, так скажем, замануха, чтобы вы сюда кликнули и, может быть, задумались о покупке премиум танка! Но также тут есть халявная боевая задача, которая позволит вам получить там немножечко чего-нибудь, я не знаю, что там дают, где боевые задачи... Ну, дело в том, что если вы не нажмете тут кнопку приступить, то когда там наступит следующее число, вернуться в 15 число и нажать кнопку вы не сможете, то есть вы эту боевую задачу пропустите! Ну, такие вот дела, там приз не супер большой, но тоже немножечко халявы, так скажем, не помешает! Итак, нажимаете вот сюда, на эту снежинку, потом снова на неё нажимаете, и тут вы можете видеть награды! Тут вы можете выбрать танк, на который будет скидка, например, на второй уровень будет скидка 100%! Стоит выбрать какой-нибудь танк второго уровня, ну, я не знаю, любой! Конечно, если вы хотите просто купить танк второго уровня, то покупайте, но, скажем так, я в основном это буду делать, чтобы выбрать танк и потом его продать! То есть, тем самым буду зарабатывать себе серебро, потому что мне танки третьего уровня нафиг не сдались! Можно, конечно, покопаться и посмотреть, какие там танки подороже стоит выбрать, но это уж совсем упоранство! Кстати, ещё дают девушек-танкисток, так что я всё-таки рекомендую поиграть, ну, можно не так много задротить, там, в день по часку играть, и до 10 уровня вы доберётесь, в любом случае, и девушка-танкистка это уже самая такая, ну, одна из самых лучших наград! Итак, четвёртый уровень, выбираем мы какой-нибудь танк, ну, наверное, какой-нибудь, у которого ХП побольше желательно, поэтому выбираем тяжёлые танки, вот, например, вот этот вот, выбираем, теперь пятый уровень, ставим какой-нибудь опять-таки тяжёлый танк, ну, пятые уровни мне, я думаю, нафиг никакие не сдались, Ну, да, пятые уровни я ничего не хочу покупать, но именно, чтобы оставить в ангар, то есть вы можете взять, заработать с помощью этого серебра, можете просто купить какой-нибудь танчик со скидкой 100%, ну, до пятого уровня, по крайней мере, тут 100%, а можно с помощью этого заработать серебра Ну, вот, в принципе, ОИ, я думаю, хороший выбор, я не знаю, может быть, Т67 мне купить, потому что там машина годная довольно-таки, поиграть в песке, так скажем Ну, возьмём Т67 купим, всё равно скидка 100%, то есть оставить этот танк в ангаре, или же всё-таки продать его и заработать денег Ну, вот, как это всё работает, вот, блин, я, конечно, не все танки запомнил Ну, берём, покупаем, да, вот, немецкий танчик, покупаем его Ну, вот, немножечко я тупанул, тут же написано, указано, какие танки я выбрал Вот, на четвёртом уровне я выбрал ДВ-2 Конечно, серебра очень мало за второй уровень, но тем не менее Там третий уровень уже подороже будет, там, в данном случае 21 тысяча серебра Ну, мне третий уровень нафиг не сдался Вот, кстати, этот новый танчик Т29, который дали на Новый год нам Если продавать его, то вам дадут слот и 2000 серебра Ещё одна такая особенность, ну, вот, вы прокачиваете какую-нибудь ветку Вот, например, я сейчас решил прокачать Охо Правда, мне тут ещё нужно немножечко докинуть свободки Ну, неважно Главное, что вот сейчас я по скидке куплю этот танк И потом, когда я уже его пройду, мне он не нужен будет Я его продам, ну, и в итоге будет кое-какая выгода Вот, на танке пятого уровня, например, можно заработать, ну, уже неплохо Конечно, это мало, как для игрока, который, ну, там, играет на премиум танках С премиум аккаунтом, но, тем не менее, если там без доната игрок То есть он может купить танк пятого уровня, поиграть на нём, там, исследовать следующий уровень И этот танк, предположим, продать и тем самым будет прибыль То есть смотрите, что получается Продав танки от второго по шестой уровень, вы можете нафармить серебро Конечно, вы можете также и не продавать их, а просто купить по фанчику И играть там какие-нибудь низкоуровневые танки Но это, я так скажем, предложил вам один из способов заработка Если вам не нужны особо низкоуровневые танки Ну, или если вы играете, вы можете проходить их просто И продавать потом тоже будет профит Но профит есть до шестого уровня, немного профит на седьмом уровне Потому что, ну, как вы знаете, когда продаёшь танк, то теряешь 50% его стоимости То есть ты купил, например, танк за 6 миллионов, а продаёшь его ты за 3 миллиона Соответственно, танки там пятого, шестого и ниже уровней можно продать И 30% вы заработаете от стоимости От танка седьмого уровня всего 10% Ну, от танков восьмого уровня и выше уже там особо не заработаешь Тут уже скорее на прокачку То есть если какие-то танки вы прокачиваете То лучше, конечно, со скидкой их купить Тем самым сэкономить деньги Вот такая вот занимательная арифметика Итак, небольшой гайд, как поднять уровень веселья в ангаре Ну, это всё довольно просто Тут нужно всего лишь ставить как можно выше уровнем игрушки Поднимается атмосфера праздника и апается уровень Чем больше высокоуровневых игрушек Лучше, конечно, если все будут пятого уровня Можно все разных наций ставить Это вообще пофигу Это не имеет никакого значения Имеет значение только коллекции Которые дают вам дополнительный процент То есть тут идёт множитель Чем выше уровень Как это называется, атмосферы И плюс ещё, чем больше собрано разных игрушек коллекции Тем больше прибавка к проценту разных наций Интересно, что именно нации СССР Например, обычный Новый год даёт всего лишь прибавку Только к танкам ветки СССР А также китайская Опять только к китайской нации А традиционное Рождество даёт сразу прибавку к четырём нациям Вот такие вот дела И современное Рождество, оно тоже даёт прибавку к четырём нациям А именно США, Великобритания, Япония, Швеция То есть чем больше вы соберёте разнообразных игрушек Пускай при этом вы можете их просто, ну, главное собрать А потом можно их разрушить Но они всё равно как бы останутся в этой коллекции То есть и будут давать вам прибавку Соответственно, имеет смысл даже крафтить низкоуровневые всякие игрушки Которых у вас ещё не было ни разу Или просто играть побольше И будут падать новые со временем Можно, например, вот таким образом Быстренько нафармить новые игрушки первого уровня То есть, например, ставим Ну, у меня тут не очень много, к сожалению, кристаллов Но ставим случайную игрушку Случайного уровня И случайного типа И создаём её Так, создаём украшение В итоге, что у нас тут выпало? Третий уровень Это современное Рождество Ещё одну можно создать у меня тут И ещё одна игрушка второго уровня Это у нас Современное Рождество Только я вот не знаю, собирал ли я такие игрушки или нет Ну, в общем-то Процент у нас вырос То есть, можно тут посмотреть Вот, например, третьего уровня я выбил Вот она у меня есть И она какой-то процентик там даёт Небольшой может быть, но тем не менее Ещё одна деталь Ну, возможно, некоторые смотрят видео И они как бы Ну, не хотят особо в игру заходить И у них там дела Но всё-таки хотел бы предупредить Что любой, кто зайдёт в игру До 18 декабря Если он этого ещё не делал Не заходил в игру Нужно один бой провести И вам дадут премиум аккаунт А также резервы То есть, для тех, у кого очень мало времени Кто занят Но всё-таки премиум аккаунт Он хотел бы получить Или хотя бы резервы Тогда просто сыграйте один бой Там для того, чтобы это получить Потом быстро выйдете Это, я думаю, много времени у вас не займёт Так что, ребят Вот такие вот небольшие лайфхаки Или советы Ну, в общем, полезная информация Которая, возможно, позволит вам Более рационально использовать игрушки Заработать серебро И также задачи не пропустить Вот такие вот дела Ну, в принципе, неплохая такая замануха Для игроков Я говорю про ивент Ну, так весело пособирать Если не донатить там То, я думаю, это вполне даже неплохая халява Если у вас есть какие-то лайфхаки Или советы Или вы знаете, как можно там Быстрее собирать игрушки Или ещё как-то там заработать Как-то обмануть картошку То пишите в комментариях Может быть, даже сделаю ещё одно похожее видео По лайфхакам Спасибо за просмотр Желаю вам удачи Пока